Аплодисменты 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 Такого Убращение Аплодисменты Знаете, такие вещи имеют значение. И могу до этого пройти вообще к моей такой серьезной заботе. И сказать несколько слов, с которыми вы можете согласиться, можете совсем не соглашаться. Но на мой взгляд, я уже прошел удивительно много лет, сам удивляюсь, почему я такой старый. Но так случилось. Мне 74 года. Так что я еще да, я еще считаю себя довоенным поколением. Спасибо. Спасибо. Благодаря каким-то генам я еще живой, я еще работаю. Но знаете, для моего поколения, поэтому для того, я об этом говорю, я родился на три месяца начала Второй мировой войны. Я прожил бомбление, я прожил все эти кошмары с детства, потом кошмары старинского времени. Так что для моего поколения самое проживание, это не было, не разумелось само по себе. Это было исключение. Если я жив, мне повезло. Уже в современном мире, к счастью, вы так не можете, не должны думать. Мы привыкли думать к тому, что я имею право к жизни. А я видел обстоятельства, в которых люди никакого права к жизни не имели. И этого не можно забыть. Поэтому так часто в моих картинах появляется смерть, как сюжет. Но это другое, это моя забота. Но в таких временах, в которых мы живем сегодня, когда я вижу, что никогда в истории такое число людей в развитых странах, а мы принадлежим к развитым странам мира, несмотря на сколько у нас еще нищеты, но если сравняем с 19 веком, мы живем в так хорошем мире, какого еще никогда не было. Не было столько людей, которые не голодают. Раньше большинство голодало. Хотя в один сезон года вся Европа голодала, не говорила о других. Китайцы до сих пор ест, что никто там голодает. В Индиях уже никто, уже не большинство. Раньше это было. Да просто даю этот пример. Люди умирали от холода, от голода, от болезни. Жизнь была краткой и жизнь была страшной для тех, которым приходило работать, тем детям, которые работали в шахтах. Вы представляете себе, на чем построено наше богатство? На огромных жертвах прошлых поколений. Мы получили это даром. И что мы из этого делаем? Когда я вижу сегодня, как приходят во время, скажем, относительной свободы, не можно сказать, здесь нет диктатуры, нет террора, но нет того, что было еще почти вчера, 20 лет тому назад. В те времена, когда мы живем свободно и довольно богато, потому что не голодаем, и ездим, перемешаемся, можно себе на это позволить. Я еще помню людей, которые мне говорили, ехать ли трамваем, это дорого стоит. У меня, знаете, камера, я вас почти не вижу, но, наконец, я сделаю фотографию со вспышкой, и у меня камера на пленку. Я так шутю, когда делаю фотографию, все хотят сразу сделать 2-3. Я говорю, нет, это дорого стоит. Этого уже никто не помнит. Когда-то, я еще помню, люди говорили, трамвай стоит дорого. И думали, стоит ли купить билет, или лучше пойти пешком. От этого мы уже дошли, уже, думаю, никому из вас метро не страшно, как цена билета. Так что, стоимость билета. Так что, в таком мире, когда я вижу, как люди молодые продают душу в великих корпорациях, как отдают свою свободу, как идут на такую дурную жизнь, в которой они в полностью рабы какого-то предприятия, какого-то начальника. И как они повторяют все, что он скажет. И согласны на всю глупость мира современного. На этот таблоид, который нас окружает. Значит, на самый низкий уровень, на котором люди общаются. Это жаль, потому что такие возможности, мы можем жить лучше, только надо себе поставить серьезную задачу. Надо себе сказать, я буду пользоваться этим даром, который мне попал в руки, этой хорошей жизни. Но я же звучу, может быть, как моралист, это может быть смешно, но мне просто жаль. И когда я вижу, как люди просто пропускают свою жизнь, а жизнь – это дар, и это только одна жизнь, насколько мы знаем. Нам припала, конечно, буддисты говорят, будет еще другая, третья. Но если я буду родиться как мышь или как какой-то животный, я не знаю, насколько я буду счастлив. Все-таки лучше эта человеческая жизнь, которая без реинкарнации у нас. Боже мой, так я начал сразу, потому что, может быть, я так смело говорил, потому что я вас не вижу. Так что вот это же. Поэтому, мне кажется, могу все сказать. Вообще чувствую себя довольно смешно в Гальстуке. Приехал в такое место, а здесь настроение совсем другое. Ну и вы знаете, не одежда и не то имеет значение, как мы выглядим. Важно, что там имеем в сердце и в душе. И знаете, я должен здесь еще что-то говорить, хотя я надеюсь, что вы мне подскажите, о чем вы бы хотели, чтобы я говорил, рассказывал. Я даже не знаю, в каком варианте вы видели картину. Она была в дубляже или она была с сутитрами? Сутитрами. Для меня это лучше, вам может быть труднее читать сутитры. Но хотя голос Богдана Ступки был его голосом, в дубляже это Остап Ступка, его сын, его озвучал, потому что это уже было после его смерти. Так что, может быть, таким образом вы были ближе оригинальной картины. Но что могу больше сказать, это моя огромная радость, что Ступка за это получил довольно важный приз на Римском фестивале. Это фестиваль, который был такой конкурентом Венецианского фестиваля. И столько журналистов удивлялось, что такой великий актер того поколения, а его вообще на Западе не знали, хотя «Водитель доверия» и несколько других картин где-то там показывалось. Так что это моя огромная радость и огромный жаль, что его уже с нами нет. Я еще планировал какую-то совместную работу, я создал пьесу, где для него сочинил роль и не успел. Так бывает. Так что это касается, может быть, той картины, которую вы сейчас видели. И не знаю, хотите вы сразу поставить, может быть, какие-то вопросы или потянуть меня в какое-то направление, что вам может быть интересно, о чем я должен вам рассказывать. Потому что, знаете, я занимаюсь кино прежде всего, занимаюсь немножко театром, в большинстве за границей, не у себя дома. Это для меня авантюра. И, знаете, режиссер как хирург должен работать постоянно. Если у кого-то долгий перерыв, он уже не профессионал. Так что если я не могу снимать картины, я пробую хотя делать театральную пьесу, чтобы иметь общение с материей, с актером, с текстом, чтобы это делать. Я только что приехал к вам из Далекой Азии. Я неделю тому назад имел премьеру в Уан-Удэ, значит, в той части Монголии, которая принадлежит Русской и Российской Федерации, в Буреатии. И с участием Буреатов я ставил пьесу Альберт Камю «Ле мэлэн эндю», «Недоразумение». И, поверьте мне, это тоже авантюра, которую долго не забуду. Это на первый взгляд выглядело, как картина Куросавы. Просто все делица, которые говорят текст Камю, это было удивительно. Ну, знаете, так пробую рассказать о моей деятельности. Театр – это мое второе. Третье, конечно, я езжу по разным странам, где меня приглашают читать лекции. Я себе придумал такой сюжет. Я как автор могу с этим сюжетом ездить, меня много приглашают. Я читаю лекции о том, что сам назвал для себя «Стратегией жизни». Потому что я вижу, что есть что-то общего в наших судьбах, независимо, где мы живем. И есть вопросы, на которые все должны себе найти ответ. И с точки зрения уже пожилого человека, я могу вам это рассказывать. И иногда показываю отрывки картин, чтобы просто иллюстрировать, показать, какие решения, какие сомнения появляются в жизни практически любого человека. И какие могут быть наследства такого выбора или другого. Ну, например, найти баланс между профессиональной жизнью, а просто нашей, скажем, семейной жизнью, как найти для себя хороший путь. Есть люди, для которых профессиональная жизнь выполняет почти 100% их интереса, их энергии, и так можно жить. Можно тоже только заниматься семейной жизнью и вообще не обращать внимания на профессиональную жизнь, деятельность, делать любое что и жить красиво. Но я об этом рассказываю, даю примеры, рассказываю анекдоты. Я сейчас прилетел прямо за Львова, и вчера я там был и подписывал мою книжку, вышла моя книжка на украинском, такая книжка, которая уже на русском раньше вышла. Издана называется «Пора умирать», я не делаю вам здесь рекламы, потому что ее трудно найти. Но это тоже такая книжка моих, ну, такие размышления над моей собственной жизнью. И над жизнью вообще, потому что, боже мой, моя собственная жизнь принадлежит только мне. Нет, а интересно, что в этом может быть интересного, полезного для других. Как рассказать свою жизнь, чтобы показать, насколько наши выборы имеют универсальный характер. И наследство наших фальшивых шагов тоже проявляется в любом месте, в любой стране, в любой культуре. Так, как вот, определенного степени. Я с моими докладами даже ездил в Китай. Это, поверьте мне, нелегко пробиваться через перевод и видеть, как наш способ мышления и переживания жизни, как он глубоко отличается от того, к чему привыкли китайцы в течение веков. Жили в совсем другой культуре, в совсем другой риторике, в совсем по-другому. Общаются по-другому, думают. И это... Но меня это радует, когда вижу, что есть такое богатство в современной жизни. Так что объясню вам, что еще. Тем занимаюсь. И многими другими вещами, среди них, есть одна, очень похожая на то, на что я сейчас попал. Я в Польше программирую такой фестиваль, который чуть-чуть похож на то, что я здесь увидел. Хотя мы не имеем такого великолепного места. Мы это делаем над морем. Это место, конечно, поразительное. Но оно служит, оно на самом деле служит. А мы делаем тоже такой смешанный фестиваль, где есть и искусство, и очень серьезные интеллектуальные развлечения, круглые стола, дискуссии. Привозим довольно важные авторитеты. Но имеем, например, такой принцип, что всегда сидит кто-то, кто имеет право пробивать всех профессоров, всех политиков, если кто-то употребляет словар среднему человеку недоступным. И это есть такой великий наш герой нашей солидарности, водитель трамваев, женщина. И она абсолютно не стесняется. И даже зампремьер-министру говорит, что это значит покупательная сила. Где я имею эту силу? Это в моих руках или в моей сумке? Где она? И он должен объяснять все слова, которые нормальному человеку непонятны. Так что пробуем таким образом сломать эту академическую рутину, где все думают, что если я знаю, то все знают. Это неправда. Такой фестиваль мы делаем. И с радостью буду передавать вашим организаторам наши опыты. Может быть, сегодня вечером, может быть, что-то через год у вас появится с того, что мы делали. Но одна из наших придумок, которая бы здесь могла произойти прекрасно, мы всегда требуем от всех наших участников, которые принимают участие в круглых столах, или все артисты, которые выступают, они должны разрешить, чтобы публика, которая бросает карточку со своей фамилией, могла их выиграть на лотерии полчаса и пригласить на кофе. И, знаете, жена нашего президента согласилась на это. Ее выиграла зам премьер-министра. Был выигран. Выиграла его парикмахерская. Маленькая девушка с провинции. И дала ему такой урок экономики, что он потом говорит, что он должен все продумать. Потому что увидел совсем другой перспективы. Это для меня важно, чтобы этот демократический акцент появлялся. Потому что это место тоже, я надеюсь, этому служит. Здесь не можно быть надутым, потому что просто было бы здесь смешно. А вы знаете, как люди любят, как мы все любим быть такими важными, надутыми, мудрыми. И все. И играть, посмотрите, какой я важный, и с кем вы общаетесь. Здесь этого не можно делать, к счастью. Так что вам повезло за это место. Скажите мне, хотите, чтобы поставить вопросы? Можно? Ну, конечно. Скажите, у меня вопрос про фильм. В этом охране, который поднимает еще и сердце, о том, что он саживает героя из пункти. Почему он у вас такой, ну, ненастоящий, скажем так, бандит, который мог на самом деле застрелить этого мальчика, и он самый крутой, и принести его сердце? Знаете, это есть разница перспективы. Это все-таки в западном мире не можно этого подумать. Это бы сказали... Я там даже вырезал, сейчас жалею, такой маленький диалог. Я как будто подозревал, что может быть такой вопрос. И тот герой, который играет в ступку, говорит, Я боюсь, если это сердце будет принесено с каким-то бандитским подходом, потом потребует, и меня его заберут. Конечно, сердце назад забрать невозможно. Но он хочет, чтобы, как все побогатевшие люди, они уже хотят жить в мире, в цивилизованном мире, где того не делается. И он просит, чтобы это все было сделано абсолютно с наблюдением закона. Я думаю, что я в этом настолько прав, что я помню, как это происходило в Америке. В начале века, и что почти всеми большими городами в Америке держали это в руках бандиты, Аль-Капоне и другие. В Чикаго они просто добились власти. Когда добились власти, начали наблюдать закон. Потому что это удобно. И я бы хотел показать этого олигарха уже на таком этапе развития, что он хочет получить это сердце в условиях, которые легальные, такие закономерные. Но это моя шутка только, такая моя улыбка. Вы правы, кожан в углу. А он вообще тот же, его высый сотрудник, скажем. Но этот называется Анджело, потому что он дьявол. А кто это дьявол? Это упавший Анджел. Вы снимаете фестивальное кино, в котором участок у этого фильма не было. Не было. Почти не было. Как вы говорите, скажите, на листуруете ваших фон? Да, не государству. Это надо тоже делать маленькую разницу. У нас есть общественный фонд, но не государственный. Потому что государству, как государству я понимаю правительство. А фонд не подчинен министру культуры. Он подчинен закону, который, как во Франции, дает автоматом полтора процента всей прибыли, всех телевизионных... Как это? То, что это есть... Как это? Рекламы. Но те, которые покупают все каналы, должны платить полтора процента. И от всех билетов, проданных в кино, полтора процента прибыли идет на национальный фонд кино, который независимый. Так что там уже министр культуры не может вмешаться. Поэтому я говорю, общественный фонд. Мы добились такого права. Он нам может и помогает, но тот фонд никогда не дает 100%. Он для молодых дает 70% сметы. Для уже режиссеров, которые уже имеют опыт, нам дают только 50%. А другой 50% надо где-то добиться на рынке. Это иногда дает общественное телевидение. Иногда кто-то найдет. Иногда... В моей последней картине это было совместное производство из Италии, из России. Так что я эти деньги с трудностью собрал, но собрал. Это существует у нас. Я знаю, что у вас тоже сейчас о таком законе. Я слышал, что вы его готовите. Но это важно, чтобы это не было государством. Потому что государство всегда зависит от юмора и от всех зависимости сразу это может быть подозрительно. А потом будет новый министр и будет иметь другой вкус и других советников. Лучше, чтобы это не от них зависило. Но это уже надо построить так. Почему нет нашего права? А это просто здесь мой продюсер где-то с министерством попал в конфликт. Кажется, он попал в суд даже. Он подал в суд министерству или наоборот, не знаю. Но что-то такого произошло. И картина в России пошла. Она была на Первом канале не так давно. А здесь, к сожалению, не имела проката. Я очень этого жалею. Особенно думаю, что это одна из последних ролей Богдана Ступки. Знаете, я сам не, значит, хороший и нехороший пример, потому что это, я считаю себе абсолютной редкостью, что у меня только одна жена в моей жизни. В той профессии это не бывает. Я помню, когда мне исполнилось уже давно тому назад 60 лет, я случайно был в России и с меня брали интервью. И милая такая девушка с наивностью меня спросила. У меня такая полная жизнь и профессионально, а только одна жена. Почему мне женщины неинтересны или времени не было? Что-то такое. И пришлось мне объяснить телезрителям, не только этой девушке, но почему это так? И я придумал, может быть, такой ответ. Знаете, у вас тоже после переменной системы появилась такая игра монополий. Монополий. И вот монополий. А вот моя личная жизнь это тоже похоже. Я с моей женой уже добился пунктов, а с новой надо будет от ноля. Это нехорошо. Это нехорошо. Дело в том, что мир никогда не был христианский, и я не называю его постхристианским. Поверхность мира приняла на несколько столетий форму, которая напоминала христианство. Но христианство – это прежде всего заповедь любви. А когда любовь играла такую роль в жизни общества? Никогда не играла. Это меньшинство понимало, к чему призывает Христос. А большинство ходило на богослужения, что-то там брало для себя. Но эта вера была очень поверхной, и она сейчас отходит, такая вера. Но это такого великого значения не имеет, потому что мне кажется, что все достижения человечества, самого развитого человечества, они все с юдео-христианских корней. И я думаю, что перед этим есть будущее. Потому что кроме этой заповеди любви, я лучшей программы для человечества не видел. Если бы видел, так бы задумался, может быть, надо приступить к какой-то другой секте. А так я думаю, что это программа для будущего. Серьезно, это не так, что это когда-то было. Люди никогда не жили как общество по-христиански. Так что, может быть, когда-то это придет. Или всегда это будет меньшинство. Но меньшинство, которое двигает мир вперед. Те, которые готовы на жертвоприношение, которые могут жертвоприносить себя для добра, это редкость. А только в этом основа, христианство. Все остальное, это форма. Знаете, это воспоминание, скажем, дружбы этого. Не, я могу это смело сказать, хотя мы, конечно, у него много друзей. Но мы особенно в последние годы его жизни довольно близко дружились. И где-то между нами возникло хорошее взаимопонятие. Хотя, скажем, стилистика нашей работы сильно отличается. Но я обожаю его картины, хотя они не похожи на мои. А он меня тоже присудил на Венецианском фестивале. Так что, надеюсь, сделал это искренне. Знаете, это был великий гений кино. Это был великий гений, вообще умеющий выражать духовные ценности. И жаль, что его творчество так рано окончилось. Потому что он не что-то много мог нам сказать. И мне это всегда очень болезно подумать. Но, знаете, я обязан чему-то. Я это во всех книжках, где где-то там его вспоминал, повторяю. Потому что это была наша последняя встреча на две недели до его смерти. Он подозревал, что он может уже не прожить. И сказал мне такие слова, которые я обязан сейчас повторять. Он сказал, если бы я умер, а ты бы когда-то о мне говорил перед людьми. Прошу тебя, скажи, что я хотел, чтобы люди меня воспоминали, как грешного человека. Он хотел, чтобы это напоминать. Он считал себя грешным. Знаете, в том современном мире, где все как будто думают, мы безгрешны, никто не погрешил. Он просто требовал этого, чтобы людям это напоминать. И чтобы люди за него молились, призная, что он свои грехи признавал сам. Повторяю я это, потому что это была его воля. Вы это затронули, так что не могу без этого сказать о нем. Но это был великий человек. Еще один вопрос. Да. Знаете, если бы они принесли обращение одного человека, это уже хватит. Но если бы ни одного не было, значит, я зря их делал. А как это проверить? Никогда не знаю, никогда этого не знаем, надеемся. Я прекрасно знаю, что, с одной стороны, Достоевский верил, что красота спасет мир. Но, с другой стороны, я вижу, что красота появляется, а мир не спасен. Значит, это не так просто. И, конечно, было бы очень нескромно думать, что под влиянием моих фильмов будет такая великая перемена общества. Но я всегда надеюсь, что хотя, может быть, одному человеку я помог выбрать добро. Позатасковать за добро. За той красотой, которая себе добро не имеет. Но красота, добро и правда это одно и то же самое. И в этом кончается моя надежда. Разочарование было столько, что я уже никаких таких наивных иллюзий не имею. Столько раз кто-то мне говорил, что картина на меня так повлияла. Благодарил, спасибо, вы так повлияли на мою жизнь. Потом, оказывается, смотрел не мою картину, совсем другую. И сколько раз я это прожил. Так что, знаете, иллюзий не надо иметь. Надо иметь определенный иммунитет на то, когда люди нам лестят. Хотя нам это так нужно, не представляете себе, как человек хочет. Не так давно наш польский президент, который, на мой взгляд, является очень разумным и таким спокойным человеком, сделал такое замечание, которое меня очень обрадовало. Он получил какую-то награду, я ему его вручал в Польше, президенту республики. А он сказал, а что нас, политиков, приближает к артистам? Мы так невероятно требуем аплодисментов и так страшно боимся, что будут свистать. Это правда. Я тоже боюсь, что люди будут свистать. Я так надеюсь на аплодисменты. Это был шантаж, это было неисты. Что вы еще хотели от меня? Услышаете? Вы часто общаетесь с польскими политиками, я понимаю, с политиками и с российскими тоже. Вы общаетесь с преследованием нахожем, где вы выступаете, где вы выступаете, где вы выступаете в Москве, в Москве, в Москве. Знаете, я думаю, что вообще у нас уже все обняла глобализация, что одна страна о ничем не решает, что человечество идет в каком-то направлении не всегда хорошим. Так что весь мой интерес к политикам, он касается общечеловеческих проблем. Ну а, конечно, насколько я активной участия в политике не хочу иметь и не буду иметь, это не мое призвание. Я в том смысле бескорресный, мне хотели сделать министром и послом, я от всего того освободился и даже такого желания никогда не чувствовал. Так что в том смысле, иногда общение с политиком, может быть политику что-то показывает и дает ему какую-то основу на какой-то мысли, но это нелегко приходит. И в принципе, эти миры, они совсем разделены, но это вообще замечание, которое касается нас всех. Мы живем не только на одной планете, мы ходим по тех же самых улицах, ездим тем же самым лифтом, покупаем то же самое в супермаркетах. А на самом деле рядом со мной живет человек с другой планеты. Он на меня так не похож, он так другие заботы имеет, он так по-другому понимает мир. Вопрос. Когда вы начинали как молодой режиссер, вы снимали то, что вам интересно, то, что болит, либо искали какую-то актуальную тему? Знаете, мне болело то, что было актуально. Это было довольно удобно, потому что мы все чувствовали, что такая нисходимость идеологии и реальности. И та система, которая называла себя системой социальной справедливости, была такая несправедлива, что это было всем больно. Но любой артист выражал это своим языком, я своим, другие, по-другому. Но что-то нас изменял, несогласие. Мы на этот мир были несогласны. Я до сих пор думаю, что роль любого художника это выражать, это несогласие, но что это несогласие должно быть основано на огромном желании, страсти какого-то идеала. Потому что если я только против, это ничего не стоит. Я должен быть против, а о чем-то красивее мечтать, о чем-то лучшее, чем моя жизнь. Если это удаётся, тогда я думаю, я буду тогда актуален. Спасибо. 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 Продолжение следует...